хайо гости мишеньки мы проложаем пройдите ру по назову холод как вы слышите здесь рычат волки я не уверен что я хочу идти в ту сторону поэтому я возвращаюсь обратно для того чтобы сделать круг вы здесь так вот здесь скорее всего тоже как это будет сохранка может где-то здесь будет лагерь мы сходим в лес раз мы сходим сюда в промежутке нам я не знаю что нам вообще нужно по сюжету и мне нужно вообще узнать все а если тут концовка если да то скорее всего мне нужно найти все тела после чего произойдет иное событие а именно а чё ты загул ебаный а где пещера она нигде не отображается то что тут пещера волки мне не нравится стоп тут еще одна развилка я что не понимаю я что не врубаюсь это что за проволок тогда слышу ветер не вижу где он да я слышу листок ну а где-то с той стороны волки мне вообще не нравится здесь так как это херой на сверх естественно так тут еще и волки хотя я мне кажется догадываюсь что это стойте это не проход это вот эта река давайте мы так до сюда потом придем да ну как я говорю сделаем круг если надо вернемся не она атмосфера все равно стремная так то что есть я застрял я застрял тем утра мы доехали встретили группу манси у них странные орудия наверное для охоты еще мы столкнулись с местным гостеприимством когда нам не разрешили зайти в здание вокзала потому что мы пели слишком громко но мы получили очень теплый прием от местной школы у нас было немного времени поэтому мы встретились с учениками и рассказали им о нашей экспедиции на следующей станции какой-то пьяница заявил что мы украли его бумажник вмешалась полиция но к счастью после наших объяснений ситуацию замяли провели всю ночь в поезде говорили о любви и религии и политике устав мы легли спать но купе были открыты и поэтому решили установить дежурство и менять друг друга каждые пару часов иногда я начинаю сомневаться готовы ли мы к такой экспедиции меня тревожить неприятные мысли может мы переоценили свои возможности нам говорили что мы справимся но я боюсь у меня плохое предчувствие словно тень страха дышит мне в затылок не могу это объяснить пора спать ну да повернусь там тень да нет так и где я взял записочку я взял записочку здесь идем точку дороги дальше да нет волки да могут у меня если они здесь есть это плохо волков точно светить нельзя на волков здесь много деревьев где можно спрятаться хотя как не под подожди есть ли здесь только деревьев это не отмечено как лес как же будет дохера леса если я приду там где именно сам лес так я где-то сейчас вот здесь все я волка я волка у 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 меня же будет жопа. Если реально так получится, что будет какой-то враг, мне придётся бежать. Так, дадим я у основания реки. Это сейчас где-то вот здесь. Так, значит, мне немного дальше по дороге пройти, да и всё. Я туда-сюда, да и приду. Старые деревья, ну что с них взять? Так, это я сейчас как раз между пещерами, скорее всего, здесь вот прохожу, да? Так, 39N. 39N91. Я что, здесь? Не понял. Почему мне показано, что я здесь? Сейчас я листовку достану. И всё разъяснится. И всё разъяснится. Это было довольно удобно, хотя и прохладно. Мы забыли закрыть форточку. Съели завтрак, упаковали вещи и в 11 уже были готовы отправляться. Мы поехали в кузове грузовика, поэтому было слегка холодно. В пути болтали обо всём подряд. На месте поговорили с местными рабочими. Особенно хорошо я запомнила одного. У него была красная борода. Ребята прозвали его Бородачом. Приготовили и съели ужин. Теперь отдыхаем. Одна половина группы изучает карты, другая спит. А я занялась оборудованием и журналом. Холод всё ещё сложно выдерживать. Руки трясутся, но мысли мои значительно яснее, чем вчера. Не осталось никаких переживаний. Перед нами длинный путь, но я чувствую только радостное возбуждение. Такое впечатление, что лес зовёт нас. Этот красивый. Этот красивый, волшебный. Тёмный лес. Да, всё-таки сбрасывается. Так, а где я всё-таки нахожусь? Вот, куда как раз и хотел. Здесь есть какое-то тёмное дерево. Скорее всего, это вот это оно и есть, да? Вы же видели, да, я надеюсь? Вот. Может, это как раз вот это и есть, по-тёме? Там просто огроменное... пространство и просто пиздец, какое дерево. Я просто понимаю, что это может быть сейчас крупнейшей ошибкой пойти к этому дереву. Я даже звуки сделаю потише. То, что тёмное дерево стоит в какой-то грязи. И там есть записка. 39N 96 Вам плевать. Посмотрите просто какое оно Просто мертвое дерево Большое, мертвое, проклятое дерево Человеческий разум любопытная игрушка Измученный болью и безумием Он сопротивляется и защищается от того, что может принести свободу Путь к пониманию идет через противоречия Мы отрицаем один простой факт Тот факт, что люди это настоящее чудовище Так нам и нужно относиться друг к другу Я заблуждался на этот счет так долго, что наконец обнаружил свою истинную природу Помни, что во тьме ты никогда не будешь одинок Всегда есть тот, кто ожидает твоей погибели Спасибо Я не хочу с этого дерева ходить Так, а где-то дерево находится? А, ну в принципе около леса Да Что-то там немного обманывает этот Надписью Так они сюда, да, получается идти надо Да, лес А, это просто, это лес, но он просто как Уничтожен этих, что ли Сгоревший Логично, что в центре находится еще одна часть того, чего мне нужно, да? Вот такой еще центр КОНЕЮ Субтитры сделал DimaTorzok Слава Богу, у нас получилось. В дороге я чувствовал, что кто-то за нами следит. Я слышал странный шепот. Время от времени даже замечал краем глаза тень в гуще деревьев. Были моменты, когда я чувствовал чье-то дыхание у меня за спиной. Но когда я поворачивался, слыша хруст снега под ботинками, за мной никого не было. Такое впечатление, что все это место – какой-то ужасный алтар безумия. И все вокруг какое-то неправильное. Или это какой-то кошмар. А потом мы нашли тела. Что-то подсказывало мне, что лучше не искать. Но что-то здесь было не так. Или, может, просто какой-то голос в моей голове повторял. «Давай, спустись туда!» Я отчетливо слышал его даже сейчас. И я спустился вниз и нашел остальных четырех. Они выглядели так. Не могу и представить, что с ними случилось. Я не могу описать это в подробностях. Разможженные черепа, перекрученные конечности, торчащие ребра, разорванная, порезанная, сгоревшая кожа. Никогда не видел ничего подобного. Отвратительное порождение безумия или какого-то извращенного эксперимента. Будто что-то игралось с ними и бросило сломанные игрушки в лесу. Я почувствовал, что моя душу медленно, но верно охватывает безумие. А теперь плавно валим с этого леса. Я думаю, вы видели, да, наверное, когда я в лес зашел? Та он, в принципе, и мигнул мне сначала. Темный дух этот сраный. Что вот он я, смотри, смотри. Странный лес. Так, а теперь понять, в какую-нибудь сторону идти. Ну, логично, это лево, это право. Если смотреть от записки, мне нужно идти налево. Значит, сюда. Нужно слушать по его дыханию, на самом деле. Лагерь. Изи. Изи, изи, изи. Давайте тогда по прямой я дальше иду. Ира все равно сохранилась, да? Так, я понимаю, сюда мне нужно. По прямой, потом налево. Так, здесь волки, не забываем. Не, природная является СССР об аномалиях. Первое происшествие регистрации в 1950 и 1953 году в районе города Игарка при сооружении транспортировки магистрали. Работы были остановлены происшествием, классифицированные свидетели были устранены согласно указаниям. Так, 17 октября 1950 году. Согласно показаниям свидетелей, на той же высоте, на которой был расположен лагерь, 53, к западу от города Игарка, произошел выброс неизвестной силы и происхождение, которое вызвало мгновенную смерть 42 рабочих. Тела фактически испарились, от них остались только тени. Как это описали свидетели, все случилось быстро и внезапно. Следующее происшествие имело место спустя 3 года, 17 октября 1953 года. В вышеупомянутом лагере произошло затвердение. Тело 12 рабочих просто застыли. Так, вскрытие показалось, что они мертвы. Тело содержат в неизвестном состоянии в секции 12 исследовательского комплекса Северска. Ясно. У нас оказывается, какие-то странные выбросы происходят, при которых... Так, давайте я, наверное, все-таки, да, сделаю картинку поменьше. Мне кажется, ничего не изменилось. Нет, более-менее стало. Так, пространственный лес. Огромный кусок леса. На котором я что? Правильно потерялся. Так, где записули нашел? Здесь. Так. Это река. Мне кажется, с дороги, да, сбился? Или это вот она, эта дорога? Так, ладно, дыхание я не слышу, только волков. Но волки это просто второстепенные звуки. На самом деле, здесь, походу, волков нету. Ну, то, что в большом своих играх я слышал эти звуки, которые... А, то водопад. Тоже, начало писараться. Здравствуйте, куда я пришел? Здравствуйте, вы пришли в тупик. Вы этого не ждали, да? А, вот все, дорога. Густой. Густой, густой снег. Так, это как раз, скорее всего, вот это и есть развилка. Мы пришли отсюда, поэтому мы идем просто сюда. Все правильно. Так, это проходит сюда, по прямой. Ну, по идее, я должен идти и в нестандартные стороны. Чтобы, как бы то ни было, что-то полезное найти. Так, это где водопад, да? Да. Это вот здесь, вот, тропинка. Все, тогда что-то не шарю. Вот, по-любому, это скала. Я ошибаться не могу. Да, это она. Так, подожди. А где я тогда был в открытой местности? Что это тогда было? Ну, тогда вот, я спустился, развилка. Там сюда. Там сюда. И тут огромная очередная местность. И на самом деле, видите, здесь сделано так, что в какой-то степени, чтобы было сложно, нам даются враги. То есть, в пещере, да, был там один теневой двое. Один-двое. А в лесу, ну, там, типа, дым, да, ничего не видно. И ты вот это идешь в поисках того, что тебе нужно. Но для нас это была листовка, мы ее нашли. Я на самом деле уже и сомневаюсь, что здесь нету волков. А еще плюс-меньше стало. Хорошо, я вышел с леса, вот. Нам нужно... Стой, я не то смотрю. Вот. Налево. Десять в пояс. Показалось, что волк. Если так, просто держись с правой стороны и иди. Скорее всего, куда-то да и приду. Да, типа, вот это... Нет, как-то второй вот голос волка, ладно. Может быть, я и встречу кого-то. И живности. Бля, деревья. Я потом уже... О, ништяк! Эти, как они называются? Столбы. Электроны. А нифига. Стой, лес. Это сейчас вот здесь получается, да? Так, выхожу. И вниз. Да, просто держаться сейчас с левой стороны. Тупой комар. Пошел нахер. Мы держимся с левой стороны. Я хочу прийти вот сюда, куда-то. В тупик. Да, я бы обосрался, на самом деле, вот так ходить ночью. Чтоб я ходил ночью по лесу зимой. О, а сейчас будет что-то стрёмное, потому что здесь деревья. Их до хера. В смысле? В смысле? А, все, могу пройти. Ага, я, типа, пропал в пещере, да? Ну, как это работает. Я вернусь, в эту пещеру зайду. Я вернусь, в эту пещеру зайду. Семьдесят один. Часа девять. Семьдесят один. Я здесь? В смысле? Ни хера себе забрел. Хотя, может, вы знаете, инициалы, наоборот, куда мне нужно прийти. Так, я пока что ничего больше не слышу. Птиц я слышу. Что странно. Птиц не было, не было слышно. Теперь птицы есть. Так, слышали стоп еще один. Погода довольно хорошая. Ветер подгоняет нас в спину. Мы договорились с местными, что они подбросят нас до второго лагеря. Помогли разгрузить ящики и стали ждать лошадей. Примерно в четыре часа вечера продолжили наши путешествия. Нам удалось пополнить съестные припасы, чтобы была какая-то еда на пути туда. Лошади идут медленно. Из-за этого меня клонят в сон. Темнеет. Второй лагерь оказался заброшенной деревней. Мы нашли дом, в котором можно остаться на ночь. В полной темноте начали топить печь. Все поцарапались от торчащей из досок гвозди. А в остальном все было в порядке. А потом началось это. Как я понимаю, здесь у нас хорошо, да, это дело с освещением. Типа у нас здесь светло-светло, небо. Проходим дальше, и здесь вездец. И где я? А, здесь еще даже не спустился до конца. А потом началось это, ребята. А это у нас... Это-это. Конечно же, что это, вы не узнаете. Потому что здесь у нас светло. И так светло. А заходим туда, там уж темно. И на самом деле, понятно, что-то... Там что-то мигает. Это как раз имеется в виду заброшенное-то здание, да? Прикольно. А, а не, дошел. А вот я еще к одному лагере пришел. В кубочках нет. Мне, походу, нужно было с той стороны, да, заходить? Здесь же прохода нет. Здесь же прохода нету, да? Здесь же прохода нету. А что ты не нападаешь? Не, а он видит меня, он видит. Это какая-то теневая херня. Видите? Я не знаю, что это. Но он типа агрессирует. Он агрессирует. Ну, если я выйду, он меня убьет. А, и так у меня он бил. Ладно. Ну, короче... Примерно, я думаю, понятно, да? Что здесь. Поэтому. Я сейчас останавливаюсь на этом листочке. И нафиг надо. Этот тёмный лес. Следующую серию мы потом продолжим. Я залезу с другой же стороны, да, пойду. То есть, с правой стороны пойду. Ну, видите, я говорю, он меня просто не мог атаковать из-за того, что я был в... Не заданной для него маршруте. То есть, я просто находился за деревьями. Куда бы он не смог попасть. Что, пускай, покажут хотя бы где я буду. Да, скорее всего, около записки, потому что около записки и сохранился. Мда. И, да, минус это долгая загрузка. И зачем это связано. А, блин, я думал, муж мне вернулся как-то в город, где поезд вот тот. А потом вспомнил, что... Там же этот... Мыши в яму упали. А где я нахожусь? А, ну как раз до этого камня. Хотите, давайте я по-быстрому добегу туда. Ловушки, ловушки, ловушки. А, это куда проход? Что-то куда-то другой, да, уже проход? Или нет? Вот, афиг его. Но я ушел с леса, как я понимаю. Я слышу очередной листок. Так, показания доктора Григория Антоновича по аномалии. Мы никогда такого не видели раньше. Активность зашкаливает. Уровень энергии был просто невероятен. Я понимаю доктора Петрика. Он сказал, что слышал пение. Он видел ангелов, появляющихся их в светах. Нам было очевидно, что оставься возле аномалии слишком долго опасно. Но нам нужно было ее изучить. И мы решили использовать заключенных. Поэтому мы создали секцию 122. Так, и это у нас... Где записочка? Вот здесь. Ну да, в принципе, я ушел. Давайте тогда здесь я и закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр софтилаки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok